Здравствуйте! В эфире программа День города. О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Полосы начерчены. В Рязани готовятся к масштабному ремонту на Первомайском проспекте. Никаких киноштампов. Что делать, если укусила гадюка? Улочки Братислава и пейзажи Константинова. Коллективная выставка объединила рязанских художников-педагогов. В Рязани появились новые выделенные полосы для общественного транспорта. Расположены они от улицы Мервинской в одном направлении и от путепровода на улице Вокзальной до остановки Торговый дом Барс в обратном направлении. Еще одна появится от Троицкого моста до улицы Павлова. Пока горожане разделились на два лагеря. Одни считают, что решение это прекрасное, другие уже прогнозируют тропки и делают ставки, откуда они начнутся. Напомним, выделенные полосы решение временное, пока идет ремонт теплосетей на Первомайском проспекте. Стартует капремонт 9 июня и пройдет он в два этапа. Первый обещают закончить 12 июля. За это время работы проведут на участке от дома 27 до дома 35 и от дома 47 до дома 53. 17 июля по 16 августа ремонт запланирован на участке от дома 21 до дома 25. Для индивидуального и коммерческого транспорта движение по указанным участкам будет запрещено. На движение троллейбусов и автобусов ремонт не повлияет. Компания войска наращивает темпы строительства военного госпиталя в микрорайоне Дашково-Песочня. Представители фирмы выложили видео уже в возведенных каркасах зданий, а в пресс-службе заявили об увеличении количества рабочих до 600. Напомним, сроки у строителей жесткие. Сдать под ключ медкомплекс необходимо до ноября. Как видно из ролика, размещенного в сети, работы на стройплощадке в Рязанском микрорайоне Дашково-Песочня идут круглосуточно, без выходных и праздничных дней. Сегодня здесь уже 34 единицы техники и 600 рабочих. По сравнению с видео трехмесячной давности изменения разительные. Военстроевцы уже закончили возведение семи зданий, еще три в стадии завершения. На четырех строениях выполнена кладка наружных стен. В трех корпусах специалисты обустраивают кровлю, в двух других устанавливают оконные блоки. Еще в двух зданиях военные строители тянут внутренние инженерные сети и занимаются отделкой помещений. Полным ходом идет укладка теплосетей, уже сделано больше половины. Началось устройство двух вертолетных площадок и трех теплых переходов между корпусами – подземного, наземного и надземного. Они позволят медперсоналу и пациентам свободно перемещаться по всему госпиталю, не выходя на улицу. По словам руководителя проекта Валерия Сумина, общая готовность объекта более 35%. Новый медцентр на 150 мест будет включать в себя лечебно-диагностический корпус, административный блок, палатный модуль на 120 коек и инфекционный корпус на 30 мест. Комплекс оснастят самым передовым медицинским оборудованием. В итоге здесь будут работать поликлиника, стационар, лаборатории. Пациенты получат высокотехнологичную помощь. Окончание контракта – ноябрь этого года. Подрезанию в Солочи стало много гадюк. На это пожаловались местные жители. И добавили, что змеи эти места облюбовали давно. Но в этом году, мол, встречаются они куда чаще. Увидеть их можно как на окраинах леса, так и на тропинках в селах, расположенных рядом. Пока никого не кусали. Но что делать, если гадюка все же укусит? Рекомендации специалистов. При укусе гадюки есть два важных алгоритма. То, что делать нужно, и то, чего делать нельзя. Из последнего, например, знаменитый киноштамп, когда герой картины начинает высасывать яд из раны. И пусть на экране это все смотрится эффектно, врачи трюк повторять запрещают. Во рту могут быть ссадины или кариозные зубы, через которые яд вновь попадет в кровь. В его составе сложный комплекс белков, который разрушает капилляры и приводит к образованию тромбов. Нельзя разрезать рану и обрабатывать ее зеленкой, йодом или огнем даже. Нельзя употреблять алкогольные напитки или курить. Нельзя накладывать жгут, потому что это может привести к омертвению конечностей. Хуже укус гадюки перенесут люди из так называемой группы риска. Те, у кого есть сопутствующие патологии или те, у кого небольшой вес. Поэтому помощь надо оказать незамедлительно, ведь уже через 10 минут может начаться отек конечности. После головная боль, тахикардия, слабость и спутанность сознания. В первые 10 минут нужно уменьшить количество яда, который попал в рану. Это можно сделать при помощи любой стеклянной посуды. Или это стакан, или это банка. По принципу медицинской банки. Необходимо снять браслеты, кольца, обувь, если укус был в ногу. Необходимо зафиксировать конечность. Дать пострадавшему, если имеются антигистаминные и обезболивающие препараты, необходимо дать обильное питье, желательно сладкое, небольшими глотками. Пострадавшего в любом случае нужно доставить в медицинское учреждение. Иначе такой укус может даже привести к летальному исходу. Медлить не стоит, говорят врачи. Да и правила напомнили не просто так. Помимо солодчи, где змеи обитают уже давно, их стали замечать и в лесопарке. Специалисты связали это с ростом кормовой базы. Мол, мышей стало больше, вот и гадюки повылезали. Отличить ядовитую змею от безобидного ужа довольно просто. Самое очевидное, у гадюки зигзагообразный рисунок вдоль всего тела. А вот на голове ужа пару пятен. Они располагаются на задней ее части и чем-то напоминают уши. К тому же селиться гадюки любят в старых пнях и под заваленными деревьями. Сама змея нападать на человека не будет. Если, конечно, ее не потревожить. Так что идеальный вариант на прогулке обходить старые деревья. А если все же встретить и гадюку, просто обойдите ее стороной. Сколько стоит выходной с ребенком? На такой вопрос решили ответить эксперты рязанского отделения Банка России. Подсчитали, сколько стоит отдать за выход с ребенком в кино и последующий прикус. Но более важный вопрос, на который предстоит ответить экспертам, почему изменились цены. По подсчетам рязанских специалистов Банка России, выходной с ребенком стартует с похода в кинотеатр. Билет на сеанс подорожал на 5,6%. Как считают эксперты, цены стали выше из-за так называемой компенсации упущенной прибыли. То есть прокат зарубежных фильмов ограничен и людей все меньше. При этом затраты на коммунальные услуги и обслуживание оборудования выросли. Дороже стал и перекус после кино. Да, при походе с ребенком можно позволить себе, так сказать, шикануть. Но нужно учитывать, что гамбургер подорожал почти на 17%, а мороженое почти на 8%. Логика здесь рыночная. Подорожало молоко, мясо, плюс увеличились расходы на упаковку из гофрокартона, а также красителей. По оценке отделения Рязань стоимость такого отдыха увеличилась на 10,5%. Но этот показатель не отражает общий уровень инфляции в регионе, поскольку для каждого человека выбор товаров и услуг, которые он приобретает, отличается. И, например, кто-то пойдет с ребенком в кино, кто-то в театр, кто-то в музей. И в каждом из этих случаев инфляция будет на вот этот выбранный нами объем товаров и услуг разный. По данным Росстата, годовая инфляция в Рязанской области в апреле 2023 года снизилась до 2,3%. Такое же значение и в среднем по России. Инфляция замедлялась, так как увеличилось предложение продукции на товарных рынках, а давление со стороны издержек производителей продуктов питания снизилось. Для комфортной жизни и экономического развития регулятор считает оптимальную инфляцию в 4%. По прогнозу Банка России, годовая инфляция в стране составит 4,5-6,5% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году. Будет находиться в дальнейшем вблизи 4%. Стоит помнить, что в корзине Росстата, по которой рассчитывается общий уровень инфляции, больше 500 элементов, говорят сотрудники банка. А в этом расчете специалистов всего 4. А личную же математику посчитать можно на портале «Финансовая культура». Хранил при себе. В Рязани суд принял решение в отношении мужчины, который хранил самодельное стрелковое оружие у себя дома. Может быть, это и подарок, но подарок незаконный. Прокуратура поддержала государственные обвинения в отношении 30-летнего жителя Ряжского района, который незаконно хранил и носил оружие. А это преступление, предусмотренное статьей 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Установлено, что мужчина получил в пользование от своего знакомого самодельное стрелковое оружие, которое по мотиву использования в личных целях на протяжении длительного времени незаконно хранил при себе. Указанное оружие подсудимый намеревался спрятать на одной из улиц города Ряжска, где правоохранительными органами его деятельность была пресечена, а оружие изъято. Установлено, что изъятое оружие является лодкоствольным, однозарядным, огнестрельным, под патрон кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм. Подсудимый свою вину признал полностью, раскаялся. С учетом смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих, суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 9 месяцев с запретом на смену места жительства. Коллективная выставка рязанских художников-педагогов уже состоялась в Музее истории молодежного движения. Сейчас там открылась персональная выставка педагога 1-й художественной школы Александра Марьяшина. В филиале Центральной детской библиотеки представлены работы его коллеги Софьи Романовой. Увидели картины педагогов и в районах области, в Михайлове, Сапожке. Проект приурочен к году педагога и наставника в России. Основная идея проекта – объединить преподавателей учебных заведений Рязани и Москвы. Посетители выставки увидят работы заслуженных художников Российской Федерации – Виктора Корсакова, Игоря Власова, которые много лет преподавали в Рязанском художественном училище имени Вагнера и подготовили несколько сотен учеников. Не все, но многие из них тоже преподают, продолжая дело своих учителей. Важно все-таки, наверное, любить свою профессию, все-таки быть художником. Мы сейчас говорим о художниках, быть художником самому и любить это дело. Что-то у него не получается, он видит в других людях, в детях, и их развивает. Он же не требовал всем делать, как я делаю. Он у одного видел одно, у другого другое, и он подсказывал и направлял. То есть вот такая свобода, в то же время он никого не давил и отдавал всего себя. То есть вот это очень важно. Молодое поколение рязанских наставников на этой выставке Александр Марьяшин, Ольга Курилова, Наталья Кобзева, Александр Оконечников, Антон Стриженко преподают в художественных школах. На рязанской выставке уроки прекрасного особое место займут мозаики Стриженко, философско-юмористический триптих «Жизнь и смерть прекрасной рыбы», понятное любому молодому человеку селфи, несколько осколков лета, пляж, ракушка, берег. Роль воспитателя, наставника, ее трудно переоценить. То есть приходит человек, который еще только собирается постигать мир, и для него как-то надо сориентироваться, как, куда идти, чем заниматься. Вот в школе, например, профессиональной ориентации, да, вот человек, ну он учится, ему что-то рассказывают, а чем он дальше будет заниматься по жизни. Это очень трудно определить многим. Хорошо, вот мне с детства, мне с детства к этому тянуло, у меня не было этой проблемы, что куда-то еще пойти. Я четко шел по одному пути. А вообще это проблема для многих. А благодаря Константину Петрову посетители выставки перенесутся на улочку Братиславы ранним утром. Рассматривая работы Владимира Акиншина, невозможно будет устоять перед искушением отправиться в лес. Теплыми красками лета притянут внимание на тюрморты и пейзаж, написанный в Константиново. Тут и осенний, и летний пейзаж сборной солянкой. Творческий союз художников организовал эту выставку. А у нас здесь присутствуют члены Союза художников России, члены Московского союза художников, творческого союза художников. Тут три союза. Рязанские художники вдохновят на путешествия по старинным городам, а Ольга Курилова напомнит, как хорошо бывает в деревне. Рядом с ее автопортретом в экспозиции соседствует картина у печки. Выставка продлится до 15 июня. В День эколога, который в мире отмечают сегодня, 5 июня, Рязанская нефтеперерабатывающая компания во второй раз провела акцию по сбору старых автомобильных шин для последующей передачи на утилизацию. Акцию приурочили ко Всемирному дню охраны окружающей среды. Отработанные шины – это не просто мусор. Это отходы четвертого класса опасности. И просто выбросить их, по сути, нельзя. Мало того, что это неэстетично, разлагаться резина будет сотни лет, загрязняя при этом почву и воздух вокруг. Сжигать шины тоже не выход. В окружающую среду в процессе попадают канцерогены, опасные для человека. Вот почему сотрудники нефтеперерабатывающей компании серьезно подходят к делу. В этом году мы решили акцию расширить. И помимо того, что мы произвели сбор вдоль обочин дороги, которая, начиная с поворота с Ряжского шоссе, дорога, которая идет на очистные сооружения, мы собрали все покрышки и шины до деревни Турлатова. Также мы оповестили в соцсетях жителей города Рязани, желающих сдать свои отработанные покрышки и шины, и также сотрудников ОРНПК. Собрали мы большую-большую машину. Все эти отработанные покрышки и шины мы передадим организации «Полимерметалл». На специальном предприятии шины дробят, а полученную крошку используют вторично. Добавляют в резиновые смеси, из которых получают кровельные и гидроизоляционные материалы, дорожные покрытия и промышленные сорбенты. Участие в акции рабочие заводы принимают очень активно. Решили во благо использовать данную акцию, потому что сами все знают, что проблематично где-то самому утилизировать покрышки, резину и что-то типа этого. Когда увидели рассылку по цеху, люди начали как-то активизироваться и привозить резину с дачи. Кто-то из дома, кто-то из гаражей. И, соответственно, собралось очень большое количество. Целая газель. Также из цеха привезли еще один КАМАЗ, который стоит на дороге. Хотелось бы призвать людей, чтобы как можно больше поддержали такую акцию. Рязанская нефтеперерабатывающая компания не в первый раз проводит акцию по сбору отработанных автомобильных шин. Однако в прошлом году сбор объявили только для сотрудников компании. В этом предложили через соцсети всем желающим. И отклик оказался колоссальным. Увидел объявление, что 5 числа с 8.30 до 16 будет прием, как экологическая акция. Дождался этого счастливого момента и сдает резину, которая в гараже у меня уже лежит года два. Не знаю, под какую бугору выкинуть. А здесь очень удачно. Забота об окружающей среде – неотъемлемая часть корпоративной культуры и социальной политики компании «Роснефть». В компании в течение всего года реализуется ряд программ по сохранению и восстановлению природных ресурсов. И акция по сбору шин – лишь часть целого комплекса экологической политики компании. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!